Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат с Михаилом Задорновым на Юмор-ФМ Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиостанцию Юмор-ФМ. В Москве 15 часов. Я приветствую всех, кто решил в ближайшее время провести вместе с нами, потому что это время программы Неформат, в течение которой писатель-сатирик Михаил Задорнов подводит итоги недели. Эта неделя у нас оказалась очень короткой, но, тем не менее, уже есть определенные итоги, потому что она была очень насыщенной. Вы можете прямо сейчас смотреть онлайн-трансляцию на нашем сайте в интернете на веселойрадио.ру, а также я призываю вас звонить нам на 0731, чтобы пообщаться с нами в прямом эфире, и писать на 8870 ваше смс-сообщение. Михаил Николаевич, помогая отвести эту программу, Максим Забелин, это я. Добрый день, добрый день. Ну что, будем ждать ваших звонков. Ну, а если подводить итоги, то мы все прекрасно понимаем, что главное событие произошло. Выборы состоялись, и мне задавали часто уже за эти дни вопрос, как вы оцените эти выборы. Ну, по-моему, очень коротко можно сказать, ничего неожиданного не случилось. Тем не менее, я люблю выкладывать свое мнение в интернете, и для этого я открыл блоги в разных сетях. И вот, скажем, в живом журнале, конечно, я не мог не поделиться своими мыслями. Кстати, я приглашаю в друзья в живой журнал вас, дорогие радиослушатели, потому что, знаете, конечно, я люблю выступать на концертах. Конечно, я люблю приходить сюда и делиться в прямом эфире, без всяких вырезалок, обкарналок, своими мыслями. Но все-таки в живом журнале я могу размеренно, литературно изложить неторопливо свои мысли. Ну, в частности, вот последний материал был, конечно, посвящен выборам. Знаете, многие очень переживают люди, мол, голосовали там за одного, а выбрали другого, или там мой набрал недостаточное количество голосов, а наш вот ничего прошел хорошо. И не важно, что не стал президентом, хорошо показал себя. Вообще, интересно, я думаю так, что переживать не надо, надо отнестись к этому с юмором, потому что власть, она у нас, не надо ее излишне бояться, она у нас без рогов, я ее видел недавно, и без копыт. Но отнестись надо все-таки, надо уметь относиться к проблемам с юмором. Знаете, есть древняя мудрость. Любая проблема может стать началом пути к успеху, если к этой проблеме отнестись с юмором. Вот так, я думаю, надо и к результатам выборов. Ну, вот попытаюсь подать пример, как это можно сделать. Ну, многие голосовали, например, за Прохорова. И, знаете, они довольны, говорят, на, что третье место занял. Ну, вообще, забавно для меня, что многие расценивают выборы, как некие соревнования. Вот наш занял первое место, этот второе место, третье. И я подумал, а почему вообще не учреждать номинации, как на каких-то кинофестивалях? Например, за лучший дебют медаль. Ну, тут, конечно, Прохоров. Великолепный дебют, бронзовая медаль, все довольны, наш молодец. Так выступил, а пошел даже Жириновского. Ну, точнее, как на Олимпийских играх говорят о стаерах или о спринтерах. Ну, а почему не вести такую номинацию, там, за лучшую, приз зрительских симпатий? Ну, это безоговорочно должен Жириновский получить. Потому что так, как он нас держил за время предвыборной кампании, какие он выдавал мысли, какие формулировки. Он так ярко выступал, что когда закончится выбор, даже позвонил Путину и сказал, что готов сотрудничать. То есть, как бы извинился за свою предвыборную кампанию. Ну, какие еще номинации, я считаю, можно было бы ввести? Лучшая актерская работа, тоже Жириновский, извините. Да, приз зрительских симпатий, лучший дебют. А, за лучшую роль второго плана. Конечно, я бы Миронова посудил. Вообще, они молодцы. Жириновский и Миронов позвонили Путину, сказали, готовы сотрудничать. Жириновский этим, как бы, так сказать, сказал, я вот все, что говорил, мол, это не имеет значения. А Миронов, интересно, говорил, я против воровства, никакого воровства. А теперь позвонил, сказал, готов сотрудничать. Тоже такой знаковый ход совершенно. Ну, что вам сказать. Прохоров действительно, как я и говорил, узнав результаты выборов, я предсказал правильно, воскликнул, ё-моё. И теперь, я думаю, у Прохорова остаётся главный путь такой. Он должен организовать свою партию, он говорит, что он организует. Он, видимо, станет депутатом. В таком случае я напишу рассказ. Гулливер в стране депутатов. Ну, а если он организует партию, я думаю, правое дело ему не удалось организовать, ему надо левое дело организовать. И более всего... Вообще, Прохоров мне действительно нравится, поэтому я шучу по-доброму. Когда он, знаете, он тоже вот искренне часто верит в то, что он говорит. Когда он сказал на ответ, на вопрос чей-то ответил, что первый миллион он заработал честно, они варили джинсы американские в Подмосковье, то действительно, по сравнению с сегодняшними бизнесменами, это миллион честно вполне заработанный. Ну, что, вы говорите, есть звонок уже? Да, Михаил Николаевич, у нас есть звонок, и Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я подготовил, все. Я вступительные слова сказал, потом продолжим. Алексей, здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый-добрый, Алексей. У меня такой вопрос. Вот Владимир Владимирович Путин победил на выборах. И он раньше, до того, как был президентом, премьер-министром, премьер-министром в основном, он летал на самолете, ездил на ладе Калинин, нырял под воду, доставал амфоры. А тут он заплакал. Вот с вашей точки зрения, что это было? Все-таки действительно ли ветер? Или что-то, вот, возможно, еще следующее от него? Есть несколько гипотез. Первый гипотез, он искренне заплакал. Ну, потому что действительно оказалось трогательно. Я подведу к тому, что считаю нужным сейчас сказать в ответе на ваш вопрос. Значит, ну, во-первых, я ошибся. Я говорил, что лучшая программа у Зюганова все-таки предвыборная, потому что она по пунктам конкретно. Я ошибался. Беру свои слова обратно. Лучшая программа предвыборная была у Путина. Это компьютерная программа подсчета голосов. И когда он узнал, насколько эта программа сработала, ну, и я бы заплакал. Никто не ожидал такого. Потом, люди действительно, меня насторожило. Знаете что, вот, мне не нравится, когда с трибуны начинают кричать, мы победим. Или мы победили, и все, да, мы победили, ура. Это от ой до ура один шаг. Но меня насторожило. Вот крикуны плохо заканчивали свою жизнь обычно. И мне нравился образ Путина, спокойного, сильного человека, который может выйти на татами и быть бойцом. Если начал кричать, что-то не то. Мне это не понравилось. Но слеза, слеза, я говорю, вполне могла вытечь от ветра, искренне, потому что столько людей пришли поздравить. Но есть еще одна гипотеза, и я о ней скажу шепотом. Потому что это никто не должен слышать. Только вы, радиослушатели, и больше никто. Поэтому есть такая гипотеза, друзья мои. Значит, Путина в этот момент играл Безруков. Он был приглашен на главную роль. Безруков обладает уникальной техникой. Ни один актер в мире такой не обладает. Он может заплакать любым глазом в течение трех секунд. Поэтому он в свое время был взят... Его пригласили исполнить Высоцкого. И никто даже не догонался поначалу, что это он. Узнали только по ушам. У Безрукова очень такие уши запоминающиеся. А тут не успели на уши посмотреть, потому что все смотрели на слезу. Вот есть такая версия. Не знаю, рядом не стоял, свидетелем быть не могу. Отлично. Я просто сдерживаю слезы, которые тоже от ветра. У нас же здесь... Я сейчас дуть буду, у Максима слеза выкинуть. Да, друзья, 0731 номер для вас. А, вот-то, вот ответ. От ветра он не сказал, откуда ветер был. ФСБ стояли, лейтенанты и дули. Да. Поручик, там дождь, нет ветер. Поручик, гали. Друзья, 0731 номер для ваших звонков со всех мобильных. 8870 смс-сообщение. Через минуту мы вернемся. Задорнов отвечает. Неформат. На Юмор-ФМ. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех, кто слушает радиостанцию Юмор-ФМ. Программа «Неформат» с Михаилом Задорновым. И я приветствую, мне очень понравился слоган. «Радуйся жизни, Задорнов отвечает». Все. Просто в листа все слова. В прямом эфире вы можете задать вопросы Михаилу Николаевичу. И мы приветствуем Льва из Екатеринбурга. Лев, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Лев. Я бы хотел Михаилу Николаевичу задать вопрос. После выборов 5 ноября выступили депутаты Прохоровской. Кандидат Прохоров и кандидат Зюганов выступили, что выборы нелегитимные. А проигравшая сторона Неронов и Жириновский поздравили. Ваше мнение по этому поводу? Ну, интересно, Прохоров сказал... Нет, Прохоров сказал интереснее. Он сказал изумительно. Выборы были не честные, но легитимные. Это только у нас в стране. Это такие несправедливые, но законные. Это как у нас всегда говорят, судить будем по закону или по справедливости. А если еще учесть, что у нас есть по понятиям, выборы были по понятиям. А значит, для России легитимные. Вот так вот скажем. Но я думаю, что... Вот мое мнение... Только, пожалуйста, не подавайте на меня в суд, потому что я не говорю, что это так. Я говорю, это мое мнение. Я думаю, что результаты были завышены, бесспорно. И все эти глупости с прозрачными урнами, это все-таки на зомбиусов рассчитано. Причем на чмо зомбиусов. Ведь стоит наблюдатель, смотрит в эту прозрачную урну. И чего? Весь... Все махинации происходят потом. На уровне компьютеров, а не на уровне стекла и плексиглаза. Кстати, бывший президент, который был действующим, но не настоящим, если продолжать терминологию. Он тоже опять подошел к урне и опять сказал спасибо. И опять урна ему ответила, you're welcome, ответила урна, а ее продвинули уже с тех пор. В прошлый раз он сказал на здоровье, а сейчас уже по-английски на you're welcome. И я думал, что результаты правильные, но завышенные. Вот так вот. Потому что перестарались. И так перестарались, что действительно слеза потекла не у одного человека от счастья. Вот, Лев, чтобы я ответил на ваш вопрос. Михаил Николаевич, у нас есть... Но переживать не надо, пожалуйста, не переживай. По поводу наблюдателей вы затронули тему. Я хотел просто перейти к нашей традиционной рубрике. Это пятерка самых главных новостей недели. Да. И вот в частности Интерфакс сообщает, что глава Центробзуберкома Владимир Чуров сообщил, что он подозревает некоторых международных наблюдателей в том, что не собирают военно-политическую информацию. Все чаще, цитирует Интерфакс, слова главы ЦИК, наблюдатели испытывают непреодолимое желание проникнуть в пограничные части, закрытые ядерные центры, ракетные центры и так далее. И число таких желающих растет прикоснуться к нашим ракетам. Причем к ядерной боеголовке. Вот это меня поражает, да? Люди хотят прикоснуться... Ой. Посмотреть, прозрачная ли она? Обе, да. Прозрачная боеголовка или нет? Прикоснуться. Правильно, правда ли оттуда позитроны с электронами вылетают? Или уже заржавело все? Или гамма-лучи все-таки нормальные еще? Ну, я, знаете, это мне напоминает, как мне прислал письмо, вот это пытливый ум вне туда. Пытливый ум у славян сохранился, но если бы это на пользу Родине было, ну как, наблюдатели должны быть вообще, честно говоря, профессионалами абсолютными. О каких наблюдателях может идти речь в этой сфере? Но я, мне один прислал такой славянин с пытливым умом, я купил туалетную бумагу, расскажите все, что у нас воруют всюду и по мелочи, и написано 55 метров длина, а я перемерил 49. Перемерил несколько рулонов. И средний оказался так еще смешнее. Вот как эту энергию пытливости ума на пользу Родине направить? И тогда мы не будем зависеть от... Вообще, гениально, хотелось бы, чтобы когда-нибудь у нас было такое государство построено, которое бы не зависело от выборов. Ну, выбрали другого, а аппарат все равно работает. А что касается результата выборов, мне... Простите, я перебил вас, давайте сначала, потом сначала ваши вопросы, сначала пять самых ярких событий. Номер два. Бывший министр финансов Алексей Кудрин в своем блоге в понедельник сообщил, что он считает порчу бюллетеня или голосование за кандидата, которого не поддерживаешь, это неестественная вынужденная форма проявления гражданской позиции. У избирателя должно быть право проголосовать против всех. Необходимо вернуть эту норму в избирательное законодательство. То есть сейчас в бюллетенях нет графы против всех. Да, да. И там царит творчество, да? Там царит творчество. Там я за Птичкина, я за Пупкина, я за Матроскина, кота там, и кота рисует. Народная творчество. То есть Кудрин решил убрать народное творчество. Ну что, он профессионал. Вообще, я должен открыть секрет. Почему Кудрина сняли в сентябре? Потому что это был единственный профессиональный министр, который имел профессиональное образование. Остальные его не понимали. Остальные не знали, на каком языке, и как с ней. Остальные менеджеры. А он был профессионалом. Очень смешно разговаривали две старушки на Алтае при мне. Я в это время был на Алтае, когда сняли Кудрина. И говорят, что делается? Лужкова в прошлом году сняли осень, теперь Кудрина. Глядишь, так и до Медведева с Путиным негодяи доберутся. Я думал, финал будет такой. Так, глядишь, и до нас доберутся. Нет, да, до нас доберутся. Да. Четверть россиян, по сообщению агентства Интерфакс, хотели бы в 2018 году, в 2018, не просто в 2018, в 2018, увидеть нового политика на посту президента. Ну, многие бы хотели, конечно. Да, при этом за Владимира Путина проголосовали бы 19% граждан, за Дмитрия Медведева 6%. Я о человеке слушаю по делам. Вот он сказал, я выдержу все, я исполню все, что обещал в предвыборной команде. Ну, если он это исполнит, честно говоря, вот сейчас признаюсь, то и я буду за него. Ведь он и образование обещал подумать над образованием, что, мол, такого образования быть не должно, как сейчас. Ну, если он это сделает, вот для меня точный критерий есть. Человек, который постарается преобразовать, я не хочу сказать реформировать, то, что творится сегодня в медицине и в образовании, все, я за такого человека буду сразу. Потому что вот этот патриотизм мы победили, он очень опасен, если патриотизм без образования. Нашей стране нужно образование, а не патриотизм. А вот будет образование, патриотизм сам обозначится, если будут на то причины действительно весомые. Так что я буду судить по делам. Да, это была, кстати, вы прокомментировали и новость номер два заодно, что Владимир Путин заявил, что все предвыборные обещания будут исполнены. Но номер один на этой неделе, на мой взгляд, было следующее сообщение. Комсомольская правда сообщила, что 6 марта на китайском берегу Благовещенска в районе площади Ленина для благовещенцев запустили фейерверк. Так соседи китайцы выразили свою солидарность с россиянами, проголосовавшими на выборах за Путина. Фейерверк начался в 8 вечера и продлился около 20 минут. Очень интересно. Я думаю, что это китайцы военные учения проводили, а наши решили, что это фейерверк. А вообще, если действительно китайцы приветствовали результаты выборов, я понимаю, почему это произошло. Знаете, никто об этом не говорит. Но вот когда начиналась президентство Путинское, были хорошие дела сделаны. Начали платить зарплаты, и не надо говорить, что он ничего не сделал. Это неправда. Резкий скачок был организации и порядка в России по сравнению с тем, что было до этого. Ведь перестали шахтеры жаловать. Да и много. Я не буду сейчас перечислять время. Но! Одно дело меня насторожило тогда. Были отданы Китаю наши исконные острова. И об этом пресса умолчала. Об этом километры квадратные были проданы. А ведь по Айгунскому договору, по фарватеру Амура, проходит граница. Был нарушен Айгунский договор. Потому что эти острова принадлежали России. Но они были отданы. А там многие люди же жили. Многие там были пастбища, были колхозы. Все это было отдано. Меня это настораживает. И настораживает то, что китайцы приветствовали результаты выборов. Симптом нехороший. Хотя я буду надеяться, что все-таки здравомыслие там в новом составе... Какое-то есть. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел ответить. У нас короткая реклама, и мы вернемся в студию через пару минут. Еще раз добрый день всем. Вы слушаете программу «Неформат» с Михаилом Задорным. В студии Михаил Николаевич и я, Максим Забелин, продюсер радиостанции «Юмор.ФМ», который помогает ему с принятием звонков. И у нас звонок из Москвы. Андрей на связи. Здравствуйте. Михаил Николаевич, добрый день. Добрый, добрый, Андрей. Звоню вам в третий раз. Очень нравится. Как вы ведете передачу, и у меня такой к вам вопрос. Значит, фильм «Хочу у вашего мужа». Это снималось по вашему сценарию? Это по моей пьесе. И у вас еще какие-нибудь такие комиссии? Вы знаете, по моей пьесе это снималось. Сережа Никоненко, чудесный актер, с которым мы дружили еще до того, как я стал инженером, а он стал актером. И ему понравилась пьеса, он решил снять этот фильм, пригласить меня для главной роли. Но съемка была тяжелой, и этот фильм, в принципе, я считаю, не получился. И когда этот фильм вышел на экраны, его критика приняла очень плохо и правильно, потому что в то время было очень много хороших советских фильмов. А сегодня так много плохих фильмов, что на фоне сегодняшних плохих фильмов этот фильм вдруг оказался интересным и без смурнятины сегодняшней. Там не жесть, там ласка. Хотя в начале 90-х, когда он выжил, казалось, что это жестко так. Любовница пришла и хочет купить у жены ее мужа. Казалось, ну жесть реальная. Ну, сегодня вы понимаете, после Бишбармакова, Бигбамбетова или как это, но это вообще детский лепет. Я не помню всех этих патрулей, все это. Я даже толком не знаю, как это называется. Вот. Так что и вдруг мне года три назад один человек говорит, ты в таком хорошем фильме снялся. Потом второй говорит, третий. Я думаю, да что же за фильм? Оказалось, это вот этот фильм. Хотя я так был расстроен, что больше никогда, больше не снимался ни в одном фильме. Но ваш звонок, тем не менее, приятен. Михаил Николаевич, я позволю себе несколько смс-сообщений прочитать. 8-8-7-0, короткий номер для ваших сообщений с мобильных телефонов. Здесь есть очень интересные. Ну, например, здравствуйте, как вы относитесь к базе НАТО под Ульяновском? Никак не относитесь, потому что я вообще первый раз слышу это. Нет, дело в том, что КМРУ сообщает, что на российской территории в Ульяновске, скорее всего, появится военная база сил НАТО, которые будут эвакуироваться из Афганистана. Конечно, она будет носить гораздо более благозвучное название, типа мультимодальный транзитный центр. Вот! Вот к мультимодальному транзитному центру я отношусь с омерзением. За это омерзительное название. Я вчера одному чиновнику в мэрии дал очень хорошую идею, как заработать деньги. Наши люди любят крутые названия. Вот еду я по Москве, а там написано «Дилбанк». Дил – это дело, вообще-то. Тогда пишите. Деловой банк. Мы же живем в России. Ну, действительно, смешно, если бы американцы писали русские слова, употребляли. Это же такое унижение. И я дал московскому чиновнику такую идею. Брать большие... Вот, знаете, платят за крутые телефонные номера, правильно? Платят за крутые автомобильные номера. Вот хочешь назвать по-русски «Сосайте банк», «Дженерел», «Квадратиш», «Практиш», «Гудиш», «Дастейст Фантастыш» банк, заплати 100 тысяч долларов и играй в крутого. Но плати за эти уроды, слова уроды. Вот пускай натовцы «Сосайте», «Дилбанк», «Дженерал Дилбанк», пускай натовцы заплатят бабки за вот это уродливое словосочетание, которое вы сейчас выдали, вот это политкорректное. А вообще надо первым Жириновским, чтобы он ренточку перерезал. Он им все скажет, что думает. Да, и я. Михаил Николаевич, наша программа продолжает оставаться остро-политической. К сожалению, да, но что делать? В этих выборах активно использовался административный ресурс, пишет нам абонент из Москвы. Например, работники детсадов, школы, детдомов шли голосовать с троем. Я думаю, что он победил бы и так, не указывается кто. Как вы думаете, они боялись неоднозначности в случае второго тура, или просто сэкономили доллары для народа? Нет, ну я, если вот по чесноку отвечать, я, конечно, думаю, что они боялись и переборщили. Но ваша мысль о том, что они сэкономили доллары для народа, она трогательная, вы знаете. Это, это, я сейчас у меня слеза вытечет. Хотя я, вот, я бы вообще эти выборы не проводил. Но зачем и так все ясно, кто, чего, кем будет. Сэкономили бы какую, какую кучу денег. Так что вы, по-моему, не беспричинно задали такой каверзный, кудрявый вопрос. Михаил Николаевич, совершенно космический вопрос. Привет, ЮморФМ, привет, Михаил Николаевич. Вот вопрос, на который надеюсь получить ответ. Разве можно иметь дело со специалистами, у которых в руках ничего не держится? Что это такое? Видимо, по поводу Дилбанка. По-моему, это разбазаривание. Я про потери инструмента в космосе американцами на нашей станции. Спасибо, Дмитрий, пишет. Мы подняли сейчас с нашим шеф-редактором здесь интернет-сообщение. Просветите меня. Выяснилось, что речь идет о том, что американка, космический астронавт НАСА, потеряла ящик или сумку с инструментами стоимостью 100 тысяч долларов. В 2008 году, внимание, вопрос кто задает. Это, наверное, космонавт, который... Вернулся. Наконец-то. Наконец-то. И спрашивает. Я искал все эти три года в космосе этот инструмент. А он же там указывает, что это российский инструмент. Это российские инструменты. Да она не потеряла, она выбросила. Она не знает, как им пользоваться. Я же в космонавтике-то был три года. Ну, что значит? Конечно, не в космическом центре, но мы разрабатывали фланец для корабля, для притечи шаттла. Я же знаю, каким инструментом наши пользуются. Наверняка там были инструменты, которые американцы никогда не видели. Скажем, гаечный ключ для трактора «Беларусь», которым одновременно можно привернуть фланец к Аполлону. Ну, я должен сказать, я сейчас не смеюсь над нашими. Наши во многом правы бывают. Знаете, как наши сообразили в свое время вывезти спутник на орбиту, а американцы не могли. У американцев спутник выводился, его называли «Апельсин» маленький. У них не было двигателя. Они создали научно-исследовательские институты для разработки мощнейшего двигателя. А наши взяли четыре немощных и связали вместе. И сразу же опередили американцев. Конечно, наши умеют пользоваться консервативными, но очень надежными медами. Вот, например, американцы создали институт в свое время для того, чтобы разработать ручку, которая бы писала в невесомости. И затратили сумасшедшие бабки. И таки создали эту ручку. А наши нет. Наши как писали карандашами, так и пишут. И это вполне надежно. Поэтому я говорю всегда америкосам. Вы не думайте, что вы вот навыпускали этих авианосцев, ракет, металла. Это железо. Это все на компьютере у вас. А компьютеры взломал, и железо полетело не в ту сторону. А у наших планы генералов карандашом, в журнале, хранятся в сейфах. Рядом, кажется, шматок сала и водочка. И хрен ты-то берешься до этого. Потому что водочка и сало храняется очень тщательно. Да, у нас звонок. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Владимир Владимирович, здравствуйте. Нет, я Владимир. Нам хорошо. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Какую экономику в мире вы считаете наиболее лучшей или хотя бы более такой? Наиболее лучшей я считаю экономику в одном сибирском крестьянском селе, где экономика такая, что всем все хватает, дети слушаются родителей, встают с рассветом, ложатся с закатом, в доме главная жена, а вне дома главный муж. И вот эта экономика у них работает замечательно. И знаете, в этом селе люди не надеются, что когда они проголосуют за кого-то и кого-то выберут, что в их селе будет жить лучше. Как жилось при Петре Первом, как жилось при Николае Втором и в советской власти, так и до сих пор живется. И вот я живу при такой экономике сам. Я такую экономику выстроил. А вот в эти все разводиловые экономики сверху мы пойдем путем Голландии, Швеции, Америки или Китая, свою голову надо иметь на плечах. Друзья, у нас сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы продолжим. Продолжается программа «Неформат» с участием Михаила Задорнова на прямом эфире радиостанции «Юмор.ФМ». У нас мы переходим к традиционной нашей рубрике, которая называется «Вопрос от звезды». Я должен просто небольшую подводку сделать. На этой неделе к нам в страну прилетал Дэнни Дэвитто, и мы общались с ним. Ничего себе, крутые вы какие. Да, Михаил Николаевич, мы поговорили с Дэнни, чтобы он задал вопрос вам. Абсолютно че. Дверья крутой. Да, да, причем он Майкл, Майкл, Майкл Задорнов, Майкл Задорнов. Вы сейчас услышите, как он выглядит. Майкл Задорнов, what do you think about it? И так далее. Что вы думаете? Так вот, он задал вопрос, это без подсказок. Абсолютно честно, первый вопрос, который ему пришел в голову. То есть мы сказали, есть такая программа, такой проект. Майкл Задорнов отвечает на вопросы, что бы вы ему задали. И вот, что сказал Дэнни Дэвитто. Давайте послушаем. Майкл Задорнов, если это был последний день на Земле, What would you do about feeding your desire for food? What would you eat? Вы позволите, я коротко переведу для слушателей, которые не владеют языком. Только я предварительно скажу, что вот истинно, вот он итальянец вроде, видно давно жил в Америке. Истинно американский вопрос, который думает только о еде. В любой ситуации, и даже в последний день своей жизни, я якобы, простите, надо перевести, что он спросил. Вы уже перевели. Ну да. Дэнни Дэвитто спросил. Михаил, что бы вы хотели съесть в последний день вашей жизни? Если бы такой вот был, последний день вашей жизни, что бы вы хотели съесть? Нормально, да, вопрос? А, радиослушатели, вы представляете, вот это самое умное, что я за свою жизнь слышал, вопрос. Американцы. What should I ask? Я, я, слушайте, я не знаю, что ответит Дэвитто. Вообще, из этого вопроса его, хорошо, что он не слышит моего ответа. Максим, я не знаю, что я хотел бы съесть. Только картошечки в мундире, но суши я бы не хотел. Мне легче перебирать, что бы я не хотел съесть. Слушайте, все, молодец Дэвитто, истинная звезда. Я в тупике. И не американцы тупые, я сейчас себя тупым чувствую. Михаил Николаевич, я уже записал ваш заказ с суши и картошечкой мундире. Уже полетело. Нет, я бы вызвал официанта, как я недавно заказал, ой, недавно прикололся с официантом, вот, в ресторане сыр подошел официант, говорит, я заказал свежевыжатый сок, подходит крутой официант и, продолжая эту тему, и тему Дэвита, и говорит мне, вы фреш заказывали? Я говорю, нет. Он говорит, а что вы заказывали? Я говорю, я свежевыжатый сок заказывал. Он говорит, а мне сказали, вы фреш заказывали? Я говорю, нет, пойди разберись. Он ушел на кухню, унес свежевыжатый сок, принес мне, говорит, извините, мне сказали, что все-таки, чтобы я вам дал фреш. Он так и не въехал в это. Представляете, как въехали эти слова? Вот, а одному официанту, я бы вызвал официанта и сказал, принеси мне капучино без молока. Я очень многих ловил на это дело. Потому что перед кончиной надо пошутить обязательно. У нас есть звонок. Давид, здравствуйте. День добрый. Добрый день, Давид. Здравствуйте, Михаил Николаевич. У меня вот вопрос, а тут все про выборы, про выборы. Были ли вы в Армении, есть какой-нибудь интересный историй, связывающийся с Арменией? Ой, с Арменией у меня... Я был в Армении только в советское время с Ефимом Смолиным. И Смолин, не даст соврать, нас поселили в тогдашнем пятизвездочном отеле. Вы знаете, я даже не знаю, как это рассказать, насколько это противно. И вот... Ну, это в советское время. Сейчас не надо обижаться, дорогие. И вот нас селят, и во всей сантехнике, вот вся сантехника в туалете, ну, туалет, ванна, написано, продезинфицировано. Знаете, тогда вот эти вот ленточки, не ленточки, эти полоски кладутся, написано, и это положено на непромытый унитаз. И они когда... И продезинфицировано написано. Какой я скандал устроил? Я кричал, я в Литгазету позвоню. Ну, все, все это. И только благодаря Литгазете меня, нас перевели в другой номер, где не продезинфицировано было, но было убрано. С Арменией очень трогательны поездки в горы, конечно. Очень трогательно по монастырям. Ведь первой на территории бывшего Советского Союза христианство приняла Армения. И Армения очень древняя страна, и я еще тогда понял, что они, хоть язык у них семитский, но сами они арийского происхождения, смешанные с семитами. Это страна перепутия множества дорог, кочевников. И я должен сказать, что я жалею, что я в Армении не был последние годы. Это было бы очень интересно. Мне хотелось бы в ваши горы. Но то, что армяне придумали, будто бы на Эльбрусе Ковчег Ноя застрял, ну, в общем, это красивая история. Но осталось только придумать, что первый Адам тоже был армянином. Но тут литовцы будут спорить, потому что они считают, что все-таки он литовцем был. Да, но это поток туристов, понимаете. Но это древнейшая нация с очень интересной судьбой и историей. И дружная с Россией. Ведь Россия спасла часть Армении от турок, когда присоединила к себе. Кстати, сегодня очень многие забывают. Армяне не забывают. И низкий им поклон о том, что я сказал. А ведь Грузию спасла от турков Россия в 1790 каких-то годах, когда турки зарились на Грузию. Грузия попросилась в Россию, Россия ее приняла и оградила от геноцида того, который случился позже в Армении. Да, такая... Дружба народа. Дружба народа, да, правило. Навсегда. Вот нам здесь пишут СМС-сообщение. Добрый день. Скажите, Михаил Николаевич, как быть с рекламой на ТВ и радио? Это я по поводу того, что у нас через пару минут реклама. Так. Может сделать отдельный канал, а в перерывах между рекламами фильмы крутись или новости? Это мое предложение было. Это было мое предложение. И все... А еще я добавлял, что новости, что были популярными, надо делать юмористическими. Да вот этот смех приклеивать, как сейчас Comedy Club пошутила. И вот и так новости можно. Вчера министр МВД сделал доклад. И все... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Результаты выборов стали известны. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Такой приклеенный смех. Нормально. Вот ваше предложение хорошее. Мы поддержим. Да, сейчас для нас внутри студии мы как раз будем крутить фильмы. И вот, собственно, вот то, что предлагает Михаил Николаевич. А вы пока, друзья, послушайте рекламу. 0731 номер для ваших телефонных звонков. 8870. СМС-сообщение. Сейчас я скажу, что в Москве 16 часов. Вы слышите радиостанцию Юмор-ФМ. В эфире программа «Неформат» с Михаилом Задорновым. Вести Михаилу Николаевичу программу помогаю я. Максим Забелин. Я продюсер радиостанции. Мы принимаем ваши звонки на телефон 0731. Принимаем ваши сообщения 8870 со всех мобильных. Вы можете прямую онлайн-трансляцию сейчас видеть на нашем сайте в интернете веселойрадио.ру. И мы переходим к нашей традиционной рубрике, которая называется «Праздники». Обычно мы берем праздники, которые будут на следующей неделе, чтобы вы успели как-то подготовиться, понять, что повод есть. Ну и мне интересно, я хоть узнаю от вас что-то новое. Я же так не шастаю по календарю с утра до печь. Да. Расскажите. Следующая неделя начинается с 11 марта, рабочий первый день. И в этот день мы всем миром отмечаем День таджикской печати. Ну, всем миром так не надо, но для Петербурга и Москвы это актуальный день. Учитывая такое количество таджиков-гастарбайтеров, это наш день. Следующий праздник, 12 марта, в США отмечается День девочек-скаутов. Девочек-скаутов. Я даже не знаю, что есть. Я знал бой-скауты. Вот, знаете, у них герлфренд, а у нас бой-баба. Это у нас девочек-бой-баб. Но вообще скауты, ведь у меня же страсть расшифровывать слова английские. Вы знаете, что это русское слово? Это слово «искать». Конечно, переводится официально «разведчики», но разведчики ищут. И скаут – это «искать». Это наши девахи-ванильки их называют на русском языке. Девушки делятся на ванильки, фрамуги и мочалки. Вот эти ванильки. Это которые ушли от эмо, но не пришли еще к следующему. Вот смотри, я в теме, нормально ли? Да, 13 марта есть прекрасный праздник. В Таиланде он празднуется, отмечается. Это национальный день тайского слона. Ну, да, слон там национальный. Животное, как у нас медведь. Вообще, мне иногда говорят, вы так вот рассказываете все, вы еще скажите, что Россия – родина слонов. Я говорю, ну, конечно, слонов. А где мамонты были? На какой территории? Откуда слоны взялись? Из мамонтов. А где мамонты были? На территории России сегодняшней. Конечно, Россия родная, и нечего шутить. А про слонов вообще есть у меня очень интересное одно наблюдение. Вы знаете, в старину слона привязывают сегодня тайцы цепями, которые слон может ногой порвать. А слон не рвет. Он на цепи находится. Это такая притчевая история, потому что слона привязывают с детства этой цепью. И слон в детстве, у него нет сил, и он не может порвать цепь. Он привыкает на этой цепи, и когда он вырастает, он не знает, что может он ее порвать. Это, ребята, считайте, что это не политики. И многие люди на сегодня, взрослые, такие слоны на цепях. Они просто не знают, что они могут эту цепь порвать. Прекрасно. 14 марта ученые во всем мире отмечают Международный день числа Пи. Удивительно, как они это делают. Они собираются за большим столом, так как очень любят этот праздник, и отмечают его кулинарными мероприятиями. Они заказывают торт, режут его на 3,14 частей и начинают это все употреблять. Причем это серьезные новости, которые размещены в Википедии. То, что ученые и так празднуют день Пи. Вы сейчас допустили нехороший поступок. То, что вы рассказали, молодежь будет думать, что это и есть число Пи. Это когда торт разрезают на 3,14. Знаете, я придумал для одной газеты латвийской, для опроса русскоязычных менеджеров. В Риге ведь все менеджеры, манагеры. Там больше людей... А что такое менеджер, мы, по-моему, уже говорили, это человек с нетрадиционной профессиональной ориентацией. То есть у него нет профессии, никто. И вот я придумал такой опрос менеджеров проводить. Первый вопрос был... Сейчас я к числу Пи вернусь, я не просто так отвлекся. Первый вопрос был, что вы будете делать, если вам скажут, что ваш товарищ хомо сапиенс. Значит, несколько человек сказали, из менеджеров сегодняшних образования, получивших уже при егазации всей Руси, ответили, дам в морду, если мне скажут. Один сказал, главное, чтобы маме не говорили. А третий сказал, ладно, переживу. Он великодушный пацан, менеджер, отсказался. Но там был еще вопрос. Журналист-приколист оказался. Это не я придумал. А он, видимо, такой манагер попался, редкий такой, кое-какер. И журналист от себя задал. Пи умножь на два сколько будет? Тот ответил Пи-Пи. И, в принципе, не попрешь. Действительно, пи умножь на два, Пи-Пи. Но все побил манагер, который читал таблицу Менделеева. И когда ему задали прочитать Кобальт-медь, Купрум-Кобальт, он прочитал Соси. Ребят, вот, собственно, и ответ. Это байки для дня празднуют числа Пи-Пи. А следом за ним идет 15 марта. И это в мире, между прочим, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Праздник начался в Соединенных Штатах Америки. Принято его отмечать в годовщину выступления президента США Джона Кеннеди. Вот его выступления были сформулированы четыре основных права потребителя. Это право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным. А впоследствии к этому добавилось еще и право на удовлетворение своих базовых потребностей прямо там в магазине. Вот эти, как бы, права, да, они и стали основой этого праздника. 15 марта он отмечается. Михаил Михайлович. Ну, хорошо. Я даже, я развожу руками. Потому что прав много, обязанностей никаких. Я вообще, я считаю, что мир покатился по наклонной вниз, когда мир стал жить потреблением. Вот это и есть переключение программы развития человечества. Вот тут и произошел сбой программ. Поэтому все это мне активно не нравится. Защищать потребителя. Потреблять надо меньше. Услову потреблять очень хорошая концовка этого слова. Оно очень точное. Запипикивать меня не надо, я ничего не сказал. Да, это прямой эфир. Мы даже не можем. Хотя руки инстинктивно потянулись, так сказать, запипикивалки. Но не получилось. Михаил Николаевич, с этого праздника стоило начать, но мы им завершим нашу рубрику праздники. 8 марта. Международный женский день. Я люблю этот день. Всегда хорошее настроение. Женщины с утра, где-то до 8, с утра готовятся хорошо выглядеть. Где-то с 7 до 9 они выглядят замечательно. Потом прически распадаются, лица. Ой, пришла одна праздновательная на 8 марта. Звезда. Очень, очень звездушная звезда. Там один такой был, ну, вечеринка была. И села напротив меня. Ну, красавица. Я не буду говорить, кто. Нехорошо. Через полчаса передо мной... Она вмазала. Она опоздала? Вмазала, значит, звезда стакан водки. Потом еще один стакан водки. Скинула каблуки, пошла тост говорить и петь. Она, вот эта певица. Максим, через полтора часа передо мной сидела Баба Яга. У нее все пустилось, обмякло. Груди упали до колена. Она скинула туфли. Оказалось, вообще ягодицы колесиками катятся по полу. Я думаю, е-мое, вот она правда когда вылезает. Но мне не поэтому 8 марта нравится. Я вообще считаю наших женщин... Я считаю... Браво. Ну ладно, ну ошибся. Ну подставился. Ну хохочется. Я, знаете, я считаю наши женщины заслужили... Именно наши женщины заслужили праздника женского. Почему? У наших женщин сохранились, самое главное, сохранился поцелуйчатые губы. Когда я вижу иностранок, вот из Евросоюза, я вижу, что их губами надо инструкции зачитывать. Указы, приказы. Знаете, идет вот женщина по пляжу в Риге. Не в Риге, в Йормале. Я сразу знаю, который из них наш. Она красивая. Она красиво одета на каблуках по песку с утра. И цепляется за мужские лица. Кто, в каких плавках, кто из мужиков, почем. Глаза ярые. Идет иностранка. Мало того, что она идет с лыжными палками по песку. А что наши вообще угорают? Потому что этот чувак лыжи забыл или чувиха лыжи забыл. Но когда на них смотришь, видишь, была инквизиция. Потеряно женская. Что они из Европы приедут? Ну, вот наезжают они. Ну, что не профиль, то Ченгачгук большой змей. Наши очень красивые. Но наши трогательные. Вы знаете, за границей как узнают хаускиппиши, хаускиппинг, узнают. Ну, уборщицы, короче. Приходят номер, убирают и узнают, что это русские. Только русские женщины перед приходом уборщицы в номерах прибирают. Они говорят, неудобно, сейчас уборщица придет, надо прибрать. А то ты нас не разворачал. Они правда очень трогательные наши. Наши искренние. Вот если... Я, конечно, смеюсь над этим, но они трогательные. Если садятся батарейки на пульте, они начинают сильнее нажимать на кнопки. И кричать, ну, ну, включайся. И сильнее нажимать. Никто так не умеет крошки со стола убирать, как наши женщины. Они послюняют указательный палец и тык-тык-тык-тык натыкивают крошки. Хоп-хоп. Я написал об этом в блоге. Мол, а потом начинают стряхивать большим пальцем в мусорное ведро с указательного. А и все крошки прилипают на большой пальц. Потом с средним, с большого. И процесс затягивается. Легче было, как западное. Пойти и тряпку взять. Мне одна написала, вы все врете про нас. Я не стрягиваю, я съедаю эти крошки с указательного пальца. Наши бабы, они классные, они дородные. До родов предназначенные. И не надо уподоблять. А западные модели образные. Кого может родить модель? Косточку. А наши, я считаю, что наши заслужили 8 марта. Я очень долго могу рассказывать, делиться своими наблюдениями о наших чудных женщинах. Вот. Ну вот, пока все. Хотя, очень хочется про них рассказать много хорошего. Ой, а как наши женщины за границей, не говоря ни на одном языке, объясняются на всех языках? У них же нет проблем. В Испании две наши тетки, тёточные, покупали козий сыр. Они стали козочкой себя изображать, прыгать и говорить, чиз, чиз. А этот испанец говорит, вордовец думал, думал, он долго не въезжал. А они настойчиво прыгать начинали. Я не могу. А он им говорит, вы хотите, чтобы я сфотографировал в таком виде? Ну, они же чистые, там, говорят. В общем, прекрасный праздник 8 марта. Хороший. Да, мы встречаем завтра, поздравляем всех девушек, женщин. А пока у нас... Потому что женщина, слово, жизнь дающая. Вот что означает. Женщина очень... Жена, жизнь дающая. А по-украински еще дочнее. Дружина. Она друг. Она защищает дом. Сильная, могучая. А там такой мышкоблудец сидит. И она его защищает. Дружина должна. Это замечательно. По отношению к женщинам в русском языке все слова хорошие. Свекровь, святая кровь. Это потом стало... Тёща, она тешит. Дочь до очарования приходит. Никогда не говорили свекруха там, допустим. Или дочерга про дочь. Все слова в русском языке по отношению к женщинам ласковые и восхитительные. Друзья, мы вернемся в студию через несколько минут. Программа «Неформат» продолжается. 0731 номер для ваших телефонных звонков. И у нас на связи Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Хотел вопросов задать. Читаю вас очень интересным рассказчиком, который имеет свой взгляд на все случаи жизни. Незамыленный, главное, и интересный наблюдатель. О Камчатке, если можно, об этом полуострове, пару слов. О природе, о паратурке, о людях, о вачи, о чавычи. Все что угодно. Все интересно будет. Как ни странно, все слова, которые вы сказали, мне знакомы. На паратурке я жил несколько раз. Я вообще Камчатке, о Камчатке буду говорить не как сатирик. Это очень трогательный край. Когда-то это слово, от слова концовка произошло. Кончатка, Н было. Но корягская переголосовка заставила говорить Камчатка. И это край, в котором люди могли бы жить, не тратя деньги ни на электричество, ни на отопление. Потому что там такое тепло дает этот край, что можно совершенно перейти на природное тепло. И я даже предлагал Ишаеву создать поселок из домов, в которых люди могут жить, не платя ни за электричество, ни за газ. И я Ишаеву тогда сказал. Ишаев это губернатор. Губернатор Кабаровского края. Но потом он стал, как теперь говорят, полпредом президента на Дальнем Востоке. И он говорит, ну потрясающая идея. У меня тоже давно это было. Просто это тяжело сделать. И такова структура нашей жизни выстроенная, что там перебой, в этом краю перебои с нефтеносителями. Они не нужны там. Вот что значит, действительно, хорошие слова, незамыленный взгляд. Но с незамыленным взглядом надо на Камчатке организовать абсолютно свое все. Там все есть и ресурсы. И Камчатка замечательный чем? Это Авача. Авача это Авачинский вулкан. Там несколько вулканов. И вулканы опасны, когда они в потухшем состоянии. Вот, например, вулкан знаменитый Везувий. Везувий опасен очень. Он молчит 2000 лет. Копит, копит, и потом взрывается. И катастрофа. Камчатка дышит. Вулканы дышат все время. И поэтому там все время потряхивает, но никогда не встряхнет так, как Везувий. Там Авачу считают коряки богом. Авача заботится о людях. Дает тепло, предсказывает погоду, предсказывает солнечные какие-то неполадки. Это трогательнейший край. Паратунка чудесное место. Но вот история Камчатки, о которой никто не знает. Она так же трогательна, как и природа Камчатки. То есть, Михаил Николаевич, они считают Авачу богом, а Чавычу едой. Чавычу все-таки едой, да. Там три вулкана, и очень красиво подходить со стороны океана. Это очень красивый трезубец торчит. Это такой край. Французы видели же наверняка. Французы и англичане когда-то хотели отвоевать у России Камчатку. В это время на Камчатке жило очень мало русских. Там пограничники были, там офицеры. Губернатором был в Петропавловске Завойко. Истинный русский офицер. И что вы думаете, англичане и французы пришла из кадра. По-моему, руководил Элгин, такой адмирал. Я могу путать его фамилию. По-моему, Элгин. И они начали атаковать. Так собрались. Наши казаки, офицеры. Помогли женщины с вилами. Заманили на сопку. И те тупые еще тогда были, натовцы, эти будущие. И они стали атаковать сопку, вместо того, чтобы ее обойти. А наши конкретно там окопались и в пять раз меньше людей защитило Петропавловск. Это был такой, такой, 1853 или 1854 год. Об этом нигде нет в мире. Это выброшено отовсюду. Потому что это явная агрессия. Англия, Франция приходят и атакуют. А до этого они хотели завоевать Соловецкий монастырь. И их отбили оттуда. Монахи, казаки и женщины включились в оборону. И там были одни англичане. Причем даже легенда есть в Соловецком монастыре, рассказывается старцами, что когда был обстрел Соловецкого монастыря из артиллерии, из орудий корабельных, взлетела стая птиц из монастыря. И так обгадила палубы этих десантников морских, что те не могли стрелять, скользили и падали. Но на Камчатке такой отпор дали. И вот Завойко руководил. Без всяких санкций из Петербурга не было факса. И был бы факс, пришел бы отказ сдать Петропавловск. Потому что у нас с ними нефтяные завязки какие-нибудь есть. И они без всякого санкции царского правительства отбили. Но самое трогательное, вот что сделал Завойко. Я нигде в мире ничего подобного не встречал. В Петропавловске есть братская могила. И в этой братской могиле похоронены русские, павшие французы и павшие англичане. Тогда Завойко сказал, солдаты не виноваты. Виноваты политике. Поэтому мы должны захоронить всех вместе с нашими. И сегодня туда ездят молодожены Петропавловской, Камчатской. И на истинно братской могиле интернациональной фотографируются. Вот есть такое трогательное место. К сожалению, молодые люди не все знают этой истории. И вот при мне был такой случай. Три года назад я был на этой братской могиле. Стою, приехали молодые, спрашивают. Ой, а что, сюда немцы доходили? Что здесь братская могила? В общем, это, конечно, печально. Замечательный край Камчатка. Я очень хочу туда поехать и остатки, и одну восьмую, пятую часть своей жизни провести там. Нам посыпались буквально сообщения из Петропавловска-Камчатского. Спасибо, спасибо, Михаил Николаевич, за то, что рассказываете про наш край. Я хочу сказать спасибо вам, друзья, что вы нас слушаете. Еще Камчатка пока не спит. Вот видите, мы немножко время передачи сдвинули. Ну здорово, что они... А я еще думаю, они меня слышат или нет? Слышат, слышат, конечно. Я вот вижу смс-сообщение. И теперь нас слышит вся страна. Мы выходим в прямом эфире. Обычно по пятницам. Сегодня среда. Но сегодня короткая, сейчас короткая неделя. Поэтому подводим итоги сегодня. Мы вернемся в студию через пару минут. 8870 номер для ваших смс-сообщений. 0731. Звоните с мобильных телефонов. Продолжается программа «Неформат». В эфире радиостанции «Юмор.ФМ». И вы можете звонить на короткий номер 0731 с ваших мобильных телефонов. Писать нам 8870. И мы принимаем звонок от Ильмара. Ильмар, здравствуйте. Ильмар, здравствуйте. Ильмар нам звонит из Томска. Видимо, связь. Да, что-то с Камчаткой лучше было. Да, есть Ильмар. Здравствуйте. Правильно, согласен. Беспокоит вас город Томск. Зовут меня Ильмар. Очень приятно услышать вас в эфире. Постоянно слушаю и смотрю ваши передачи. Вопрос следующий. Как вы относитесь к концу света в 2012 году? Или все-таки это придумали те, кто дает кредиты? Вот мне нравится вопрос, на который не надо отвечать. Ну вот короче и точнее не скажешь. Как я отношусь к концу света, я говорил много раз. К концу света серьезно относятся только западные тупой обыватель. Они когда выходят с фильма... Я в Париже видел, как они выходили с фильма 2012-й. Они были в ужасе. У них кадык дергался. Паркинсон на всем органоне был. А я видел, как к концу света относятся его в Владивостоке. Мы первыми будем встречать его здесь. Мы будем фейерверчить. И вообще нам бояться конца света не надо. Как я уже неоднократно говорил, у нас конец света, во-первых, наступит дважды. По новому стилю, по старому стилю. Нам еще, ему еще к концу света надо разобраться, по какому стилю. А вообще, вы абсолютно правы. Ведь конец света придумали те, пугают концом света те, кто хочет людей превратить в рабов. Чтобы люди жили в страхе. Но наши, наши, не тупые, в Америке на конце света делают бабки. Они спорят. Заключены пари. Причем гениально это могли додуматься только наши люди. Там же очень много молодежи, компьютерщиков. Они классно соображают по-нашенски, но уже умеют структурировать жизнь по-американски. Это классное сочетание. И что они додумались? Заключать пари с Америкосами. И только Америкосы тупые могли на этот пари пойти. Значит, пари заключается в следующем. Наши говорят, не будет конца света. Америкосы говорят, будет. Вот с этими, ну не все, но те, кто говорили, вот с ними пари. Пари следующие. Если не будет, платит Америкос. А если будет, то наш приголок платит наш. Все эти придурки заключают эти пари. Ну, гениально. Нас выручит от конца света чувство юмора. У нас тосты на концу света будут. Да, у нас традиционная наша рубрика, пятерка самых невероятных курьезов со всего света, которые благодаря... Простите, у нас стали верить в конец света, когда Чубайсом подназначили ответственным за свет. Да, наконец-то. Вот, поэтому... У Дуни Смирновой светлое будущее. У меня бесконечно. Все, простите. Все, все, все. Закончили про политику. Давайте, да, я вас верю. Немного успокаиваемся. Это я для себя, для себя говорю. Я хотел поблагодарить Машу Белкину, которая отобрала вот эти курьезы, потому что среди них есть просто фантастические какие-то истории. Например, житель Германии пытался сдать фальшивые бутылки. В чем дело? Оказывается, некий житель Бранденбурга пытался сдать 4,5 тысячи, 4,5 тысячи фальшивых пластиковых бутылок. Дело в том, что в Германии аппараты и пункты приема вот этих бутылок принимают только бутылки, выпущенные на территории Германии. Он их вез из-за рубежа или где-то нашел, не знаю. Сумасшедший. Чтобы не проходили бутылки зарубежные, там есть специальный германский штрих-код. Так этот товарищ не поленился. Гениаль. Он срезал с бутылок, которые уже прошли обработку, штрих-коды и наклеил их на 4,5 тысячи бутылок. Это был наш казахский немец. Я не сомневаюсь, ни один германец до этого не додумается. Они ведь законопослушные. Это наши, все время у наших работает мозг, где бы чего украсть. Везти бутылки из-за границы, чтобы убегли, и заниматься они могут только наши. Знаете, извините, я одну про Германию историю. Почему я сказал казахский немец? Потому что я получил письмо от казахского немца. Я здесь стал настоящим немцем, пишет он. И утром стою на красный свет, не могу перейти дороги. Потому что немцы не переходят дорогу на красный свет, даже если испортился светофор. А светофор таки испортился. Пять минут толпа немцев стоит, машин нет, и я, дурак, стою с ними, не могу перейти, не могу себя позорить. И вдруг сзади, как говорит Задорнов, есть такой обязательный садик, сейчас вдохните воздух в грудь. Он говорит, я слышу, и гордость у меня за мою исконную родину, потому что сзади слышу за толпой скопивших немцев русский голос. Да в рот вам ноги. И мужичара с семимильными шагами чешет через мостовую. И дальше поворот супер. Немцы переглянулись и пошли за ним. И тогда мужичар оглянулся, сплюнул, сказал, да, тяжело вам, блин, без фюрера живется. Кошмар. Кошмар. Меня к Жириновскому запалит корректность. Да, да. Дальше. Случай, я вот пока вы говорили, подобрал информацию из Казахстана. Так вот, в Казахстане был задержан мужчина, который украл барана и около, внимание, трех километров тащил его на себе, чтобы животное не оставляло на снегу следов. Видимо, оно оставляло следы своеобразные на вот этом... Ответ тот же, это был казахский немец. Тот же. Причем это все один и тот же. Слушай, вот эту соображалку бы на пользу родине допустить. Что еще про казахских немцев у нас пишут? Нет, про казахских немцев больше ничего сейчас. Но в Казахстане произошел, по сообщению Лентару, совершенно чудесный случай. Организаторы областного лыжного фестиваля в казахстанском Кастанае вместо гимна республики случайно включили песню Рики Мартина «Ливен лави да лока». И самое удивительное, что все начали подпевать. Гениально. Это немцы приехали в казахстан. Отшла сирия. Михаил Николаевич, чудесный. Вообще, если уж закончить эту историю нашей соображалкой, я бы хотел сказать, что смех смехом. Но представляете, вот эту бы соображалку пустить на пользу родине, это же нам сколково не надо. У нас сколково в башке у каждого. Только, чтобы не для украсть, а на пользу родине. И вот, что придумали наши в тупой Америке. Это, возможно, было только в тупой Америке. Наша главная проблема, вы знаете, с припарковкой, да? Это вы мне рассказывали этот случай. Что проблема парковаться? Да. В Нью-Йорке, везде. Это вы мне рассказывали. А это я? И всем нашим радиослушателям. А, да, да. Напомните, потому что это чудесная история. Ну, это гениальная история. У них же главная проблема в Америке с парковкой. И паркуются в любом месте только наши. Потому что если в любом месте кто-то припаркуется, копы, то бишь полицейские, естественно, под, как мы называем, дворники, под щетки засовывают штраф. И наши паркуются и ездят с ксероксом штрафом. И паркуются в любом месте, выходят, под щетки засовывают копию штрафа и уходят. А коп идет мимо, говорит, о, у этого уже штраф есть. Ему на ум не придет, что тот со своим штрафом ездит. Про любимых американцев. Ну, американок, да, в преддверии 8 марта. Так вот, американка, по сообщению Лен Тару, пожаловалась на индюка Годзиллу, как она его назвала. Жительница штата Мичиган пожаловалась на дикого индюка, который преследует ее и регулярно на нее нападает. Об этом пишет Detroit Free Press. Так вот, эта дама выходит из дома в 5 утра, пока индюк, которого она назвала Годзиллой, спит, чтобы он на нее не напал. Однако, когда она возвращается домой, Годзилла уже бодрствует и бегает по ее участку, пишет американское издание. Годзилла продолжает ходить по участку и издавать кудахтающие, курлыкающие звуки. Но, тем временем, издание напоминает, что сезон охоты на диких индюшек в штате открывается в апреле. Женщина не знает, что делать. Михаил Николаевич, посоветуйте, что делать с Годзиллой. В суд, только в суд. Вообще, там украинцы жили, ну, украинцев много в Америке, а у них же, американцы всегда честь и достоинство защищают в суде. Они даже не знают, что это человеческое понятие, а не юридическое. И наши украинцы, иммигранты, они, естественно, разводили свиней. Ну, куда украинцы без свиней? И американцы подглядывали через забор и написали донос, что свиньи содержатся в грязи. Так нельзя делать по американским нормам. Приехала полиция. Ну, сколько ж тупых у них. И полиция арестовала свиней грязных, привезла в полицейский суд и помыли их. Так свиньи сдохли, их нельзя мыть. У них иммунитет упал. Но вот с Индюком, извините, это быстро, это вот они в суд, они... А наши сами разбираются. Значит, есть такой город, Большереченск, поселок под Омском. В этом поселке очень трогательное явление. Деревенский зоопарк. Только славяне могли сами почти на севере, в Сибири, создать деревенский зоопарк с жирафами, бегемотами. Потрясающе, Максим, туда едут с деревень, детям показывать. Это действительно трогать, они не содержат сами. До кризиса бегемота кормили капустой. Он привык к капусте, ему в Африку не хотелось. Но наступил кризис, капуста не стало. И бегемоты перестали капать капусту. И вот этот бегемот решил, что пора возвращаться на родину. Рядом была речка. Он почему-то решил, что в Африку эта речка течет. Он нырнул и поплыл. Плыл-плыл, наутро почувствовал запах капусты. Вышел на берег, забрался наверх на кручу. Капуста, поле капусты. Бегемотак соскучился по капусте. Пошел, он же без комплексов, собственно. Он же не знает юридических законов. Он пошел жрать капусту. Чавкает. А это было поле местного прокурора. И прокурор вышел из дому рано утром почесаться на крыльцо, как принято. Пошел в туалет. Слышит, сзади чавкает кто-то смотрит. Обернулся, смотрит, думает, вроде не пил. Бегемот жрет капусту. Вообще это вот из Сирии только у нас. Представляете, что бы с американцем было. Этот так заорал прокурор. А бегемот посмотрел, думал, его зовет прокурор, с рук кормить будет. Обычно так криком звали кормить с рук. И, раскрыв пасть, побежал на прокурора. Прокурор в один момент, как в съемке Гайдая, обратной съемкой запрыгнул на туалет. Приехали менты, прокурор сидит на туалете, а снизу стоит бегемот с открытой пастью, ждет, когда... Вот, что американки бы испытать. Я бы на нее тогда посмотрел. Михаил Николаевич, у нас следующая новость, которая не требует комментариев. Потому что передает это агентству newsland.ru. Так вот, по сообщению этого агентства, по исследованию ученых, каждый второй россиянин флиртует на работе. Так что из нас двоих, либо вы, либо я... А нас здесь трое. Нормально? Саша, да, молчаливый. Вот и мне подписали теперь. Друзья, у нас небольшая короткая реклама, после которой мы вернемся в студию прямого эфира Юмор-ФМ. Неформат с Михаилом Задорновым на Юмор-ФМ. В студии прямого эфира радиостанции Юмор-ФМ. Михаил Николаевич Задорнов, автор и ведущий программы Неформат. Ему помогаю я, Максим Забелин, продюсер радиостанции Юмор-ФМ. Мы принимаем ваши звонки, сообщения. И сейчас мы решили, поскольку уж подводим итоги недели... Да. А вы знаете, вы знаете, вы сказали, автор Михаила Задорнова, я думаю, сейчас надо поправочку такую сделать. Автор, получается, знаете кто? Радиослушатели. Ведь они формируют наши передачи. Мы же ничего не заготавливаем. По их вопросам, по их смс-кам мы, как правило, с вами размышляем. Да. Уникальная программа, автор, это народная программа. Народ-автор. Ну, я начал с поста. И с того поста, который я расположил в живом журнале, ВКонтакте. Ну, в Твиттере он, естественно, не уместится. Он широкоформатный. В Твиттере так много буквок люди не привыкли читать. Михаил Николаевич, ну мы только что посмотрели количество людей, которые зарегистрировались подписчиками на ваш Твиттер. И там 402 тысячи, то есть это огромная цифра. Ну, да, я люблю афоризмы располагать, какие-то короткие мысляшки, коротковолновки, шрапнель юмористическую. Потому что это такие побочные производства. Но все-таки в постах можно развернуто разговаривать со своими друзьями. Хотя в Твиттере многие потом выбирают какие-то фразы из моих постов в живом журнале, ВКонтакте, и уже выдают в Твиттере в своих ресурсах. Но когда я писал последний блог, мне вдруг вспомнилось, я же руководил театром. И у меня часто выступали молодые люди в концертах. Ну, в свое время открыл Галкина Петросян, не я. Но Галкин работал у меня три года в моем концерте. Я очень люблю, чтобы кто-то из молодых работал в концерте, чтобы такая свежая голова, свежая кровь была. И вот в начале девяностых ребята из моего Московского авиационного института пели известные песни, переделанные на новый лад. А пели они, извини за выражение, задорно и имели большой успех. И вдруг я вспомнил, что мы сочинили тогда для них. Максим, сразу предупреждаю, 20 лет назад к сегодняшнему не имеет никакого отношения. Я сейчас зачитаю вам, не поменяв ни одного слова. Тогда это имело оглушительный успех. Утро красит нежным цветом. Я петь не буду, потому что я неоднократно говорил, что если запою, все отключатся, выключатся. У меня не просто медведь танцевал, медведи на обоих ушах танцевали. Медведев танцевал Американ Бой на ушах. О, класс! Танцевал Американ Бой вот это. Я прям представил картинку. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся кремлевская братва. Это не сейчас, это 20 лет назад. Кипучая, могучая, ребят, не знаю, круче я. Братва моя кремлевская, ты самая живучая. 1993 год. Вы представляете? А это, ох, как бы я спел сейчас, так нежно-нежно, но вот у меня не получится. И поэтому я произнесу, как бы я спел, но я прочитаю. Вы слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды не полевые, а кому правление бразды отдали мы сами, как слепые. Вот они расселись по местам, песни демократов разучили. Узнаю я их по голосам бывших повелителей России. Просто всплакнуть можно. 20 лет назад, к нашему времени не иметь никакого отношения. Я прошу, пожалуйста, не думайте. Прощание час и боль разлуки пройдут навек. И вот тогда опять пожмем друг другу руки. Мы в Думе вновь на долгие года. Мы все следим за чудесами, но нет чудесней ничего, чем видеть, как чудит парламент, и едет крыша у него. А если Дума соберется, то крыша едет у нее. И диву наш народ дается, под крышей нету ничего. Мирный а... А это тоже нежно. Мирный а там летит. Так а там летит. Над полесьем, над мертвым жневьем. Он и в листьях ракит, и во всем, что едим мы и пьем. Все земля приняла пестициды, уран и нитраты. Строить новую жизнь после нас будут дегенераты. 20 лет назад. 20 лет, да. Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей, реки. А другой такой страны не знаю, где так все загадил человек. И, наконец, припев у нас был. Эх, хорошо в стране российские жить. Готовы? С нашим атаманом не приходится тужить. Крутится, вертится, шал голубой. Крутимся, вертимся мы со страной. Но зорким людям, видать, за версту крутимся в сторону. Только не в ту. Уезжают все на запад, выбрав верную строю. Уезжают все на запад, выбрав верную страну. Ой, ну а мы здесь остаемся на гражданскую войну. 93-й год. На такой позитивной ноте хочется, да. Позитивно одно, 93-й год. Да, 93-й год. В Чечне не было еще, между прочим. Но было много всего другого интересного. Вот на певе. У нас прекрасная программа. Она позволяет нам сообщать нашим слушателям о том, что происходит в настоящем. Вот смс, кстати, пришла. Спасибо вам за то, что не даете забыть о том, что важно. 93-й год. Важно то, что вечно. Не про куплеты. Я хочу поздравить наших девушек и женщин с наступающим праздником. И передать вам слово. У вас была чудесная фраза на финал программы. Ой. Друзья мои, мы прощаемся с вами ненадолго. Чуть больше, чем на неделю. Выборы закончились. Помните, наступают серые обыкновения.